Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 апреля. Вот утром я пришла посмотреть, как чувствуют себя томаты, высаженные вчера в тоннель. Читая сегодня комментарии утром, я поняла, что многие люди вообще не понимают, ну как, для чего я делаю, что это такое, и просят немного перед тем, как начну снимать видео, объяснять, объясняя вот это вот, вот именно этот тоннель у меня, здесь рассада на продажу будет выращиваться. Рядом такой же тоннель, и по этому же принципу будут выращиваться томаты для меня, ну в смысле для еды нашей. И поэтому, когда вы смотрите, например, что я сижу и высаживаю большое количество рассады, это не значит, что это подходит только для тех, кто будет выращивать на продажу. Это подходит абсолютно всем, потому что это просто рассказывается о методе. О методе, как можно без применения теплицы вырастить и рассаду, вырастить и томаты. Это как бы мини-парничок, но мини его нельзя назвать, потому что здесь больше тысячи, можно высадить рассады, он длинный такой, но не в этом дело, сейчас хочу вам рассказать. Вот у нас сегодня было 2 градуса, конечно, их очень жалко, что они попали именно, ну, сразу в холод, и пришлось вчера мне оставить его без прикопки, вы понимаете, что на это уже время не хватило, просто я набросила ни тканку, ни пленку, ничем оно не завалено, ни землей, ничего. Но по опыту прошлых лет я знаю, что вот наши вот эти вот демидов, Настенька всегда высаживала, они такие температуры 2 градуса ночные выдерживают. Конечно, может быть, потом со временем у них вот эти вот настоящий листик, с которым я их, вот эти нижние, высадила, он может быть пожелтеет немножко и может быть даже отвалится, но потом начнется рост вот этих вот новых листьев, все это восстановится, но это все будет видно потом, в дальнейшем. Сейчас пока я вижу, что они стоят, как я вчера говорила, что они не вянут почти никогда, потому что у них ствол толстый, вот этот стебель, и он не дает им паникать. И также листья, они такие как бы мясистые, толстые, они тоже позволяют им долго, не вянут они, короче, и морозом их прихватывает всегда в последнюю очередь. Может быть, здесь им, конечно, и холодно, но виду они не показывают. Они вот терпят, конечно, скрипя зубами сидят они здесь, им это здесь не очень нравится, потому что это некомфортные условия для томатов, но деваться некуда. Им придется немного потерпеть, сейчас вот выглянет солнце, им будет легче, земля прогреется, они начнут распускать свои корешки, потому что вчера только затолкала я их туда. Стоят они еще отдельно от земли, они отдельно, земля отдельно, они еще не соединены, сцепки нет. Все, вот так вот выглядят томаты в тоннеле на следующий день после высадки. Когда я сегодня завалю землей вот эту пленку, прикопаю, я не буду открывать долго, поэтому несколько дней, иногда даже бывает, если пасмурная погода начнется, неделю они стоят здесь закрыты, я даже туда не пытаюсь заглянуть, чтобы не запустить холод. У них здесь создаться свой микроклимат, как термостоннель, именно здесь будет тепло, солнце нагреет, они надышат и будут выживать, как смогут. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok